Привет! Нас смотрит много девушек, и поскольку на канале нет ни одного ролика для женской аудитории, сейчас будет 8 лайфхаков для девушек, хотя парням это видео тоже будет интересно. Если вы собрались в путешествие, то в первую очередь нужно собрать чемодан. Но беда в том, что у женщин куча всяких баночек, тюбиков, без которых они ну никак не могут обойтись. А как вы знаете, в авиаперелетах существует ограничение на проносимый с собой литраж. Любая жидкость, будь то гель для душа, или даже простая питьевая вода, не должны превышать объем 100 миллилитров. Это очень мало, учитывая, что большинство современных средств первой необходимости разливают в крупные упаковки. Так как быть? Не брать с собой ничего, что ли? Тут вам помогут вот такие крохотные контейнеры для контактных линз, как раз предназначенные для хранения жидкости внутри. Открутив крышку, заливаем внутрь требуемое вам средство. По самое горлышко, а затем мы обратно завинчиваем крышку. На двое-трое суток этого должно хватить. И кроме обхода ограничения в 0,1 литр, вы нехило так уменьшаете вес сумки. Этот лайфхак попал в видео потому, что однажды мы сами им воспользовались и были приятно удивлены удобством контейнера. Практически каждый автолюбитель сталкивался с различными ЧП на дороге, но почему-то у девушек за рулем они случаются чаще. К примеру, ваша машина сломалась в самый неожиданный момент и вы не знаете, как действовать дальше. А-а-а, там вообще девка за рулем. Вы посмотрите, вы посмотрите, а? Девка за рулем. А-а-а, девка за рулем. А-а-а, девчонка за рулем. Тут поможет только буксировка автомобиля. Но что делать, если троса с собой нет? Нужно включать смекалку и использовать подручные средства. Практически у каждой девушки с собой будет запасная пара колготок, или даже две. Несмотря на толщину материала, нейлон способен выдерживать большие нагрузки на разрыв. Связав всего три пары, вы сможете спокойно буксировать автомобиль по ровной поверхности. Если нужно перестраховаться, возьмите пять пар. Мы даже пробовали тянуть вручную одной парой, и не выдержали. О-о-о-о, мужчины меня сейчас поймут. Девушки постоянно опаздывают, хотя многие парни тоже не отличаются пунктуальностью. Вот вам лайфхак. Соберите с десяток любимых треков в один плейлист и посчитайте общий хронометраж. Теперь, слушая музыку на фоне, вы не будете терять чувство времени, а окончание музыки значит, что время на сборы вышло и пора выйти из дому. Сам таким лайфхаком пользуюсь. Недавно обнаружил завалявшуюся посылку с Алиэкспресс. Больше года лежало, и там оказались вот такие антипотовые патчи. Спокойно, я тоже не сразу понял. Оказывается, нужно снять вот эту пленку с обеих половинок. И взял футболку, которую собираетесь надеть, приклеить на область подмышек. По идее, это поможет избежать вот таких ситуаций. Но, стоя это недорого, еще и ждать месяц, лучше воспользуйтесь вот этим аксессуаром, который есть у каждой женщины. Стоят значительно дешевле и продаются на каждом углу. Приклеиваем. И получаем такой же эффект, как и со специальными патчами с Алиэкспресс. Парням тоже стоит взять на заметку. Помимо этого, в женской сумочке есть еще один предмет, потенциал которого не раскрыт. Все ведь видели специальную приблуду для выдавливания зубной пасты, которая надевается на тюбик. Так вот, возьмите упаковку и выгоните все содержимое ближе к горлышку, чтобы потом можно было сложить конец в несколько раз. Теперь зафиксируйте это дело, воспользовавшись заколкой-невидимкой, просунутой внутрь, как на экране. Выглядит так, будто заколки изначально задумывались совсем не для волос. Шестой лайфхак у нас с волосами. Распространенной проблемой женщин, как и многих мужчин, является пушение волос после попытки ровно их зачесать. Но под рукой не всегда оказываются специальные гели для укладки, которые способны решить проблему. Здесь также выручит предмет, живущий в сумочке. Простая гигиеническая помада. Намазываем руку и как следует растираем между ладошками, чтобы средство разогрелось. Теперь приглаживающими движениями наносим на волосы. Работает в точности как и гель, только не перестарайтесь. Каждая девушка хоть раз пользовалась помадой, но иногда после падения стержень может предательски сломаться. И что тогда, выбрасывать? Нет, конечно. Возьмите зажигалку и буквально на пару секунд разогрейте кончик оставшейся помады. То же самое повторите и с обвалившимся куском. Скорее всего, получится немного криво, но зато ваша дорогостоящая помада будет спасена. Пользуясь случаем, хотим поздравить всех девушек с прошедшим 8 марта. Дорогие девушки, поздравляем вас с 8 марта. Дорогие девушки, поздравляем вас с 8 марта.